А вот на Южном Урале создадут биосферный резерват на основе Национального парка Таганай. Заявка в Российский комитет ЮНЕСКО уже подготовлена. Да, работу по созданию нового заповедника, попадающего под международную защиту, поручил организовать губернатор Борис Дубровский. Над созданием биосферного резервата работали в Министерстве экологии совместно с коллективом Национального парка Таганай. Да, и новый заповедник, попадающий под международную защиту, я повторюсь, займет часть территории Златоустовского, Мияского, Карабашского, городских округов, Кусинского муниципального района. И у нас в гостях директор Национального парка Таганай Алексей Яковлев. Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Ну, прежде чем мы будем узнавать, что такое резерват биосферный, у нас сегодня тема посвящена медовому спасу, и мы хотим вас спросить, так же, как у всех наших зрителей, какой мед любите вы? Ну, я не очень в этом разбираюсь, но люблю липовый. Вот. И рекомендуете всем липовый? Ну, наверное, так. И угощаете всех липовым медом. Вот это уже рекомендую липовый, потому что я тоже всегда покупаю липовый. Да. Ну, давайте перейдем к вот этому словосочетанию биосферный резерват. Что это такое? Ну, действительно, тема очень такая сложная для понимания. Так и название сложное для понимания. Название очень сложное, да. Ну, если с биосферой все понятно, биосфера – это окружающая нас природа, и, прежде всего, в значении биосферного резервата – это окружающие нас уникальные природные объекты. То резерват у нас ассоциируется с какими-то ограничениями, запретами, вот, как вы сказали, заповедником. На самом деле это немножко не то, а точнее совсем не то. Это все-таки заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы – это особо охраняемые природные территории, на которые распространяется определенный закон, где есть определенный режим в соответствии с законодательством. Биосферный резерват – это история про сотрудничество, про сотрудничество заинтересованных сторон, которые находятся в непосредственной близости от уникальных природных объектов и развития вот этого уникального природного объекта. И когда это сотрудничество правильно выстроено, то тогда развиваются не только, скажем так, те заинтересованные стороны, которые вокруг природной территории находятся – муниципалитеты, бизнес, местное население, но и сохраняется природная территория, потому что это выгодно. В нынешних условиях сохранять природу, не вовлекая местное население, местный бизнес, администрации, не вовлекая в процесс охраны, невозможно. И это сейчас понимают ученые. И сейчас создан такой инструмент, называемый биосферный резерват. А вот, Алексей Михайлович, скажите, пожалуйста, мы знаем, что структура вот этого биорезервата, она предполагает наличие трех зон. Это ядро, это буферная зона и зона сотрудничества, про которую вы говорили. Вот ядро, как я понимаю, это что? Это сам национальный парк, получается, тогда, да? Ядро, да, это даже не сам национальный парк, это самая закрытая территория национального парка. Это так называемая особо храняемая зона. Заповедник, да? Да, которая и сейчас уже закрыта. Она, то есть, этот режим, он есть уже в данный момент. И буферная зона точно так же, это остальная часть территории национального парка, это озеро Тургаяк, и это у нас есть еще такой Оршинский заказник. И вот эти три территории и составляют буферную зону. На них уже, опять же, есть ограничения, которые в данный момент есть. Ну, например, там, по глади озера Тургаяк нельзя ездить на моторных лодках. По территории Таганая нельзя ездить на квадроциклах. И они сохранятся, они, эти же ограничения, и будут сохранены в биосферном резервате. Ничего, по сути, не поменяется. А вот зона сотрудничества? А вот зона сотрудничества, это и есть самая интересная часть биосферного резервата. Это там, и где будут развиваться зеленые технологии, где будет так называемое неистощительное природопользование осуществляться. То есть ограничений, как таковы, хозяйственной деятельности не будет. Но в приоритете будут все-таки зеленые технологии. И мы будем все вместе стараться делать так, чтобы вот эти зеленые технологии на территории биосферного резервата превалировали. Вы сказали, мы вместе, это вот жители прилегающих районов, да? Это тоже... И бизнес, который там рядом. Да, это тоже очень интересный вопрос. Спасибо вам за него. Прежде всего, это некий коллегиальный орган. Так называемый координационный совет. И в процессе работы мы поняли, что это очень хороший инструмент для того, чтобы решать те задачи, те проблемы, которые сейчас на особо храняемых природных территориях накопились. Они действительно очень сложные. Их невозможно решать каким-то одним решением. Это нужно садиться за стол переговоров. Это нужно как-то объединять в коллегиальный орган те структуры, которые сейчас занимаются управлением особо охраняемыми природными территориями, муниципалитеты близлежащие, местный бизнес, местное население. И пытаться договариваться, потому что то, что интересно сейчас местному бизнесу, не всегда интересно экологам. А то, что интересно экологам, не всегда интересно местному бизнесу. И поэтому вот это взаимодействие, наладить взаимодействие, чтобы выгодно было и тем, и другим, вот это очень сложно. И для этого нужен координационный совет. И еще хотел сказать о целях, для чего мы, собственно, это создавали. У нас в этом году год экологии, год особо охраняемых природных территорий. И повестка, все-таки экологическая, в Челябинской области, имидж Челябинской области очень, честно сказать, негативный. Все воспринимают Челябинскую область как заводы, какие-то вредные производства, карьеры и так далее. Какие-то поврежденные территории типа Карабаша. И мы хотели внести в повестку экологическую какой-то позитив. Если мы получим вот этот статус биосферного резервата, это будет у людей, которые разбираются в этом. Повод задуматься, что Челябинская область – это не только заводы и металлургия. Это еще и национальное достояние. Конечно, это еще и уникальные озера, великолепные природные территории, которые, и самое-то главное, и что все заинтересованные стороны хотят их сохранить. И хотят сделать так, чтобы они развивались. Вот что такое. Алексей Михайлович, я понимаю, что о Таганайе вы можете рассказывать часами, и на всю Россию, но, к сожалению, время ограничено. Мы говорим вам большое спасибо. На самом деле, не забываем, что Челябинская – это край тысячи озер, и край прекрасной экологически чистой.